За последние несколько месяцев студент-первокурсник Эдуард Рылеев стал завсегдатой на тульских учреждениях культуры. Правда, приходит он туда после спектаклей и концертов. Больше ему интересна и знанка сценической жизни, где располагается свет и звук, как пройти в гримёрку и что делать, если нет необходимого реквизита. Эдуард должен знать ответы на все эти вопросы. Ведь он волонтёр концертного корпуса российской студенческой весны. С 15 мая он будет проводить целые дни в Тульской филармонии. Здесь будут соревноваться самые талантливые студенты-вокалисты со всей страны. Представляете, здесь будет порядка тысячи человек. И вот в этой суете будет работать прекрасная команда волонтёров филармонии. То есть кому-то что-то подать, кому-то, не знаю, показать, куда идти, чтобы отдать флешку, куда переодеваться. Всего волонтёров 300, и у каждого своя специализация. Есть пресс-службы, эксурсоводы, администраторы. Пока одни, к примеру, смотрят за питанием, другие помогают заселиться в гостинице и общежитие. Готовить ребят начали ещё в феврале. Они прошли семинары, тренинги, обучающие кейсы. Волонтёры прорабатывали разные маршруты, изучали точки притяжения города и проигрывали форс-мажорные ситуации. Предлагалась какая-то условная ситуация, да, скажем, ну, не хватило места на трибуне, ваши действия дальше. И волонтёры, соответственно, предлагали пути решения, ну, большинство было верных, скажем так. При этом на каждой площадке будет дежурить и специализированная служба. Екатерина Ерохина – координатор корпуса медицинских волонтёров. Она студентка последнего курса медколледжа. Неделю назад вместе с другими ребятами обошла все площадки, где будут находиться участники. Проверили аптечки, наладили работу со скорой помощью. Но её цель – не лечить прямо на месте. Наоборот, как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу. Было мероприятие – это сприткиада пенсионеров. Мы там тоже организовали помощь волонтёров-медиков и помогали в спортивных соревнованиях людям пожилого возраста. Особенно, когда на кроссе, последний завершающий этап, было, кому становилось нехорошо. И мы помогали бригаде скорой помощи организованно как-то регализовать сложившуюся ситуацию. Последние штрихи. В Туле почти всё готово ко встрече талантливой молодёжи. В Кремле монтируют сцену и трибуны, проверяют оборудование. А тульские студенты готовят свой привет товарищам из других городов. 15 мая они откроют фестиваль ярким флешмобом. Анна Степанова, Алексей Чичевадзе, Первый Тульский.